Коньки, лыжи и финские сани – таков набор развлечений, которые сегодня предлагает городской парк культуры и отдыха для любителей зимних забав. Как только лед на озере достиг толщины в 25 сантиметров, народ, образно говоря, повалил. Ежедневно на скользкой поверхности озера успевает покататься, упасть и научиться крепко стоять на коньках десятки горожан. Так что можно с уверенностью сказать – каток в парке культуры и отдыха – излюбленное место многих горожан. Каток работает, начиная в будние дни с 4 до 8, а в выходные дни каток работает с 12 до 8. Все есть в наличии, мы закупили 40 пар коньков, пока справляемся. Весь необходимый инвентарь можно взять на прокат прямо на месте – лыжи, сани или коньки. Причем как детские, так и взрослые. Однако каток в парке культуры и отдыха не единственный в городе. Буквально вчера была залита ледовая площадка на базе первой школы. Благодаря устойчивой отрицательной температуре любители хоккейного спорта смогут со дня на день выйти на лед. Аналогичная ситуация и с другими ледовыми площадками, расположенными на территории городских учреждений образования. Также на базах учреждений образования залиты ледовые площадки. Ледовые площадки расположены на базах 16-й школы, 32-й, 33-й, средней школы номер 27, средней школы номер 9 и средней школы номер 20. То есть в каждом микрорайоне города Ленинского района у нас есть по одной ледовой площадке. Кроме ледовых площадок есть еще и хоккейные коробки. На них горожане также могут упражняться в катании на коньках. Таковые имеются в нескольких экземплярах, одна из которых находится за ледовым дворцом. Кстати, не забыли городские власти и о любителях лыжного спорта. Для них на территории Грюнового канала открылась специальная трасса. Более того, в эту субботу, 23 января, пройдут первые в этом году соревнования по лыжному спорту. О них подробнее смотрите в итоговом выпуске программы BookInform.